Ну что, я решила попить кофе, зашла в магазин, вот у нас тут рядом, вон он, магазин, ну там мало людей, там обычно один человек, максимум два, и он там весь обрабатывается, кварцуется, стерилизуется, открыта дверь постоянно, вон видите, дверь открыта, и там, конечно, есть кофейня, и взяла себе кофе, потому что очень захотелось, пока я наше на монтаже, тут жду машину, и сейчас покажу, как это выглядит. Я в маске, в магазине, конечно, ходила в маске, надавила вон себе тут маской, вот этим держателем для носа, нос себе надавила, ну а попить кофе это особый квест, смотрите, вот такой кофе по-быстрому взяла, и купила там такой мини-маркет у нас тут в селе, лук с бананами, и взяла, аж хочу попить кофе, а я сама в маске нахожусь, и взяла себе нац, захотелось нац, нац мыла, там стоит большой санитайзер со спиртом, так хорошо течет, то есть я и руки вымыла в перчатках, и нац этот вымыла, вот он, он после обработки спиртом, он весь лес, этот нац. Вот так это выглядит, мытье наца, ау, под спиртом. Нац помыли, нац помыли. Потом стою в маске со слежим нацом, мою все это спиртом, стакан этот весь обтерла, все обтерла спиртом, не, ну как бы ручки пакетов, у меня еще покрасились руки. Ну что я могу сказать, в общем-то это весело, сейчас сняла маску, он выгружает, приехали к магазину, сейчас сняла маску, чтобы пить кофе уже на лавочке, вот обосновалась на вот такой лавочке, у нас красиво. Конечно так, вот людей вообще нет, магазин я и все, и там два продавца, машина моя пока наша на монтаже, вот, ну я же захотела очень нац кофе, то есть чтобы выпить кофе, это теперь такой головняк, вот если не дома вообще, дома варим кофе мы. Теперь я сняла маску и буду пить кофе, ну в общем, раньше просто вот мы не ценили, действительно взял, купил себе чашку кофе, купил там куда-то шоколадку, быстро раз, выпил и все, там две минуты, а сейчас это целый там пипец, когда ты в одной руке держишь эти продукты, все это в перчатках, в маске, с этим стоишь стаканом кофе, шоколадкой, который нужно теперь обработать. Ну в общем, квест получился, квест для, ну как бы не скучной жизни для людей сейчас, вот, так что, ой, направляю камеру, вот мой глоток заслуженный кофе, извиняюсь за такую съемку, просто без штатива, на улице, весна, на самом деле на улице тепло-тепло, очень круто на улице сейчас, так жалко, что это вся паника, этот весь говновирус, вот реально он вообще, ну нафиг не нужен, ой, сейчас бы действительно вот в этой роще, вот за мной роща и за мной шикарный лес, и там можно было бы поджарить шашлычок, ладно, я шучу, но мы там ездим на великах, я бегаю, начала бегать утром, так что вот так. Но сейчас, если мы пожарим шашлык, сейчас 9 апреля, это штраф будет, ну сколько там, от 17 до 34 тысяч гривен. Тут правила, конечно же, все эти тоже соблюдаются, все детские площадки перемотаны, вот, поэтому все ходят в масках, так что шашлычок, как бы, не знаю, когда мы поджарим, смешно, конечно, ну, видите, такая реальность сейчас. Так что, и так, очень рада тому, что пью кофе на лавочке. Вот, кафе все закрыты, никакой тебе там, я не знаю, раф не сварят с лавандой. И вот с таким ободранным, вот сейчас буду есть ободранный нац. Проспиртованный. Удивительно, как наши руки еще держатся, наши руки от такой проспиртовки. Как я сегодня мечтала о педикюре, просто сказать, не могу, буду учиться делать сама, потому что, вот, не знаю, прошел месяц, и у меня реально мечта покрасить корни и сделать педикюр. И сходить еще в косметологию, это такая мечта огромная. Но мы привыкаем к сельской жизни, вот, осваиваем сельскую жизнь, видите, живем на природе, березы. У нас тут, кстати, новая почта есть, маркет классный. В принципе, все есть. Помойка для машины, вся инфраструктура. Ну, а главное, офигенный лес. Так что, пойду кататься на великах. Так что, пойду кататься на великах. Так что, пойду кататься на великах. Так что, пойду кататься на великах.